26 января губернатор Игорь Руденя в правительстве Тверской области провел личный прием граждан. К главе региона обратились жители разных муниципальных округов по вопросам оснащения медицинских учреждений, ремонту кровли в детском саду и в общежитии при колледже. О решениях, которые были приняты, расскажет Ирина Синягина. Николай Николаевич приехал на прием к губернатору из Лихославля. Пенсионер, председатель общественного совета Лихославльского муниципального округа обратился к главе региона с просьбой в обновлении материально-технической базы Центральной районной больницы. Оборудование, которое было поставлено в 2006 году, на сегодняшний день, ну как все остальное, срок годности проходит, естественно, большие сложности. Один только пример. Регион-кабинет. Они за год исследованию проводят при делах 11 тысяч. Конечно, это очень большая нагрузка. И, естественно, чувствуются сбои, нечистота исполнения. Недовольство порой возникает и посетителей. Но спасает то, что хорошие специалисты, прекрасная связь с областным центром. В Лихославльской ЦРБ прикреплено свыше 24 тысяч человек. Это многопрофильное медицинское учреждение, которое предоставляет широкий спектр медуслуг. От оказания первичной медицинской помощи до комплексного обследования и лечения у узких специалистов. За прошлый год в больнице проведено более 6,5 тысяч исследований на флюорографическом оборудовании. На рентгенологическом порядка 10 тысяч. Сегодня Лихославль для нас является одним из перспективных направлений развития. Мы предусмотрели и труда. Три вида оборудования по закупке. Деньги мы планируем выделить в первой половине февраля на бюджетной комиссии. И до 20-х чисел марта, надеюсь, проведем торги, торговую процедуру. Для поликлиники номер один Лихославльской ЦРБ закупят цифровой флюорографический аппарат и рентгенодиагностический комплекс. Для стационара — наркозно-дыхательный аппарат. Также будут проведены ремонты под новое современное оборудование в кабинетах, где установят флюорограф и рентген. Игорь УД не обозначил. Ремонтную работу должны быть завершены в медучреждении до лета. А Наталья Валерьевна обратилась к главе региона с просьбой содействия по ремонту кровли в детском саду в Зато-Озерной. Дети очень сильные после нашего детского сада. Идут в школу, и это отмечают учителя. И спортивная подготовка. У нас и ГТО дети сдают. Младшая у меня золотой значок, именно находясь в подготовительной группе, заработала. В прошлом году сделали ремонт в детском саду. Но, к сожалению, время делает свое дело. Детскому саду нашему будет в следующем году аж 50 лет. Поэтому нужна, конечно же, помощь губернатора, чтобы наш прекрасный ремонт не поплыл без крыши. В настоящее время в учреждении работают четыре группы, которые посещают 83 ребенка. Деньги были выделены. Есть заключенный контракт. Начало радуется, по-моему, в мае, когда сезон начнет строительный. Студент второго курса Тверского химико-технологического колледжа Владимир родом из Упцова. Приехал на учебу в Тверь и живет в общежитии при учебном заведении. Комната юноши находится на пятом последнем этаже. За последний год обострилась проблема от сечи крыши. Больше всего страдает пятый этаж, так как он является заключающим. И у нас пострадало около 6-7 комнат. В прошлом году были сильные потеки весной, и мою комнату тоже подтапливало. Сейчас в общежитии проживает более 220 студентов. Игорь Рудани отметил, полноценный ремонт кровли будет проведен при наступлении благоприятных погодных условий. Отметим, что в Тверском регионе укреплению материально-технической базы колледжа, а также общежитий, где проживают будущие специалисты, уделяется особое внимание. Так, в 2023 году по поручению губернатора началась реализация программы по обновлению мебели в 43 общежитиях 36 колледжей.